5 и 7 июня наша делегация участвует в работе Питерского международного экономического форума. Республику на форуме представляла внушительная делегация. Вице-премьеры, министры, руководители. Всего 50 человек во главе с Рустамом Минихановым. На стенде Татарстана продукция 15 компаний. Раис Республики провел 21 встречу, 8 из которых международные. Подписано 11 соглашений. На форуме подвели итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Наша республика шестой год подряд занимает второе место. Наша позиция была, так осталась второй. Это большая работа всех нас. Я благодарю за нашу совместную работу. В Татарстане сегодня стартовала череда сабантуев. В эти выходные праздник плуга пройдет в селах и райцентрах. Он долгожданный и любимый не только для татар. Он сегодня обвиняет представителей разных национальностей и вероисповедания. Создает особую атмосферу дружбы и взаимопонимания. Но это и еще раз возможность подчеркнуть единство народов нашей страны. Рустам Миниханов поручил достойно провести сабантуи. А в среду страна отметит главный государственный праздник – День России. Запланированные в рамках празднования Дня России мероприятия важно провести на самом высоком организационном уровне. Опять-таки, с обеспечением всех вопросов безопасности. В этот же день торжественно откроют спортивные игры стран БРИКС. Большим международным событием Казань будет жить почти две недели – с 12 по 23 июня. Задействованы 15 спортобъектов города, еще один в Москве. Будет разыграно 387 комплектов медалей по 27 видам спорта. Ожидается более 3500 спортсменов. И 1500 мы ждем официальных лиц. Россия принимает мультиспортивные события в рамках председательства БРИКС. Гости прибудут из ста стран. Большие делегации из Индии, Китая, Бразилии, Ирана и Арабских Эмиратов. Мероприятие серьезное и очень важное, подчеркнул Раис Республики. И призвал приложить все усилия, чтобы турнир прошел на высшем уровне. Рамиль Галиулин, Лина Зинатульна, ТНВ, Казань.